МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Резиновые сапоги – подарок за самую глубокую лужу. Представители окружной молодежной администрации запустили в социальных сетях акцию «Лужа-челлендж». Об этом и не только в ближайшие 20 минут. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. В Санкт-Петербурге завершил работу первый день международного форума «Арктика. Территория диалога». Итогом дня для Ненецкого округа стало подписание трех соглашений о сотрудничестве с Архангельской областью, корпорацией АИОН и госкорпорацией Росатом. Подробнее о каждом из них расскажет моя коллега Мария Владимирова, которая работает на полях Арктического форума. Первый день форума для Ненецкого округа оказался насыщенным. Глава региона Александр Цибульский подписал сразу три соглашения, направленные на разбитие округа. Так, Ненецкий округ совместно с Архангельской областью намерен создать совместную межрегиональную авиакомпанию «Арктика». Она будет организована на базе Нарьинмарского объединенного авиаотряда и 2-го архангельского авиаотряда. Мероприятия, которые будут реализованы в рамках практической реализации подписанного соглашения, направлены на обеспечение комплексного социально-экономического развития северных территорий и решение вопросов организации транспортного обслуживания населения. Следующие два соглашения, которые также были сегодня подписаны на полях форума, направлены на строительство и развитие морского порта Индига. Инвесторам реализации крупнейшего проекта на территории Ненецкого округа выступит корпорация АИОН. Кроме того, как отмечается в документе, в консолидированный бюджет Ненецкого округа поступят доходы в виде уплаченных налогов. По словам Александра Цибульского, уникальность проекта строительства порта Индига с угольным терминалом в незамерзающей бухте Индига состоит в том, что он полностью просчитан и выстроен экспертами. Бизнес-сообщество его инициатором являются инвесторы. А вот соглашение, подписанное Александром Цибульским и генеральным директором корпорации по атомной энергии Носатом Алексеем Лихачевым, будет определять направление и порядок в существовании сотрудничества сторон по реализации проектов по организации международного транзита грузов через Северный морской путь с использованием порта Индига. Прокуратурой округа по результатам выезда в сила Коткина организованы проверки исполнения федерального законодательства. В настоящее время ведомство проводит проверки муниципального предприятия Заполярного района «Северожилкомсервис» и СПК «Сула» по факту ненадлежащего исполнения контрактных обязательств на обустройство и содержание зимней автодороги Коткина-Харьяга. Кроме этого, проверка проводится в Ненинской окружной больнице и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа по вопросу надлежащего обеспечения лечебных учреждений и с делами медицинского назначения, в частности реактивами. Также организованы проверочные мероприятия исполнения на территории Коткинского сельсовета государственной программы региона обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненинском автономном округе, соблюдение природоохранного законодательства и соответствие питьевой воды требованием санитарно-эпидемиологического законодательства. Ход проверочных мероприятий прокурором округа поставлен на контроль. Заказал одно, получил другое. В Нарьенмаре очередной случай мошенничества. На этот раз на удочку виртуальных аферистов попался студент местного учебного заведения. Молодой человек приобрел в интернете спортивную обувь. Впрочем, каково же было его удивление, когда он вскрыл долгожданную посылку. Вместо новеньких кроссовок злоумышленники отправили ему бутылки с водой. Это при том, что деньги потерпевший перевел заранее. Обо всем подробнее расскажет Олег Хатанзейский. О новеньких кроссовках молодой человек мечтал уже давно. К покупке обуви подошел основательно. В Нарьенмаре приобретать не стал, ведь в интернете выбор куда больше. Да и стоимость значительно ниже. В итоге решил воспользоваться популярной социальной сетью. Буквально сразу же наткнулся на заманчивое объявление. Удобная форма, известный бренд, недорогая цена. Но как тут отказаться от такого предложения? Списался с продавцами, те подтвердили наличие товара. Недолго думая, студент решил, что будет брать. На указанный банковский счет перевел нужную сумму – 3700 рублей. Ну и ждал этой посылки. Она пришла на почту. Пришел, получил и получил. Усомнился из-за того, что коробка оказалась слишком тяжелой. Я не думал, что кроссовки так много могут весить. В итоге распечатывал ее там на месте. И вместо кроссовок там лежали две бутылки с водой. Больше продавцы на связь со мной не выходили. И тогда я уже понял, что, к сожалению, стал жертвой мошенников. Обратился в полицию. Ни денег, ни кроссовок. 19-летний студент признался на удочку мошенников. Он попался впервые. Говорит, даже и подумать не мог, что обыкновенная покупка в интернете обернется походом в полицию. Вернуть свои деньги молодой человек уже не надеется. Такие аферисты, которые работают на просторах всемирной паутины, как правило, мгновенно удаляют группу и создают новую под другим названием. Что касается пустых посылок, то сегодня этим уже никого не удивишь. Проблема давно стала рядовой. В интернете сотни, а то и тысячи видеороликов. Вот, например, мужчина распаковывает коробку, полученную из Китая. По документам в ней находится мобильный телефон. По факту же... При этом товар пострадавший заказал, казалось бы, на проверенном сайте в полиции. Тем временем говорят, одна из главных ошибок, которую совершают граждане при покупке чего-либо в интернете, это оформление посылки с объявленной ценностью наложенным платежом. Адресат в таком случае имеет право вскрыть коробку только после полной оплаты. По-другому обстоят дела, если вы получаете посылку с описью вложения. При вручении адресату такая посылка подлежит вскрытию в объекте почтовой связи в его присутствии. За исключением случаев, когда получатель сам отказывается от вскрытия, при этом делается соответствующая отметка. Если при проверке вложения оно оказывается в целости и соответствует описью, то почтовое отправление выдается адресату в установленном порядке. Но если при вскрытии посылки обнаруживается недостача, ее замена, полное или частичное повреждение, либо порча вложения, то почтовым работникам составляется акт, который подписывается руководителем объекта почтовой связи, и почтовым работникам, а также адресатам. В связи с вышезложенным, стражи порядка призывают вас не заказывать товары на неизвестных сайтах или у незнакомых людей, позвонивших вам на телефон. Мошенники теперь повсюду. Статистика неутешительна. Аферисты постоянно придумывают все новые способы обмана. Самый легкий через интернет предлагает качественный товар по супернизкой цене. Мало кто может удержаться от такого заманчивого предложения, особенно люди пожилого возраста. Молодой человек, по сути, еще легко оделся. 3 700 не такая уж и большая сумма. А вот антирекорд принадлежит местной пенсионерке. Три года назад она перевела так называемой псевдоцелительнице, которая работала на сомнительном частном телеканале. Только вдумайтесь, больше миллиона рублей. Вернуть свои деньги пожилой женщине так и не удалось. Памятник буксиру комсомолец на Рейнмаре сменит свое расположение. Скульптурную композицию перенесут в сквер рядом с конечной остановкой «Морской порт», где находится памятник погибшим портовикам. Вопрос о переносе памятного знака рассматривался на муниципальной комиссии по топонимике с 2014 года. В ходе обсуждения городская общественность пришла к мнению, что из-за изменений в городской инфраструктуре мемориал оказался в неподходящем для патриотического монумента месте. Принято решение по переносу памятника буксирую комсомолец. Это решение было принято на основе обращения жителей, так как в данный момент памятник уже находится в ненадлежащем состоянии. И обеспечить его содержание достаточно накладно и проблематично. На демонтаж, изготовление, установку памятника и благоустройство прилегающей территории согласно смете, составленной управлением городского хозяйства Нарьинмара, потребуется порядка 2,5 миллионов рублей. Работы планируется выполнить на средства окружного бюджета к концу лета этого года. Будет благоустроена территория, то есть это будет подготовка самой территории в виде брусчатки. Значит, будет выполнено освещение, как общее, так и подсветка памятника. Памятник будет выполнен примерно в таком же виде, как он сейчас стоит, сейчас находится. То есть это будет постамент в виде рубки, это будет якорь и будет добавлен штурвал. Памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец» установлен в ноябре 1968 года на улице Сопрыгина у здания управления морского порта в память о трагедии, разыгравшейся 16 августа 1942 года в Баренцево море. Памятник представляет собой постамент в виде пароходной рубки, на котором установлен адмиралтейский якорь и список погибших членов экипажа. Коммунальное предприятие по КТС обследует люки и колодцы, воды и теплоснабжения, расположенные на территории Нарьинмара. Ревизия объектов проводится еженедельно, но весной со сходом снега такие обходы особенно актуальны. Подробности о работе коммунальной службы в материале Ольги Русул. Каждую неделю обходчики Сергей Головин и Юрий Лагунов инспектируют веренный им участок, проверяют сохранность канализационных люков и колодцев теплосетей. Участок большой у нас, Сущинского, Южная вся. Вот что, наверное? Здесь только 60 с лишним. Сущинского, Швецова, авиаторов. Около 100, наверное, будет у нас колодцев. Всего у предприятия порядка 120 километров тепловых сетей, 38 километров водопроводных и 36 канализационных. Все их постоянно мониторят работники предприятия. Бывает, что редко, да, очень. Бывает раз в полгода только где-то сломано что-то. Случается, конечно, что крышки люков воруют, но на этот случай на предприятии есть запас. Действительно проблема – подростки, которые собираются в тепловых колодцах. Очень большая проблема по этим вот колодцам и люкам. Это особенно тепловые колодцы. Ну, я намеренно говорю об этом. Это вот подростки у нас собираются в тепловых колодцах, гадят там, засоряют. К сожалению, вот мы и неоднократно и в ВД обращались. Ну, как-то не можем победить подростков. Во время своих еженедельных обходов рабочие по КТС проверяют задвижки на колодцах, выявляют неисправности и устраняют их. Кстати, одна из причин, по которой канализационные люки становятся опасными – природные условия. Бетон в основании такого колодца ветшает от постоянных перепадов температуры и влажности. Крышка может провалиться в самый неподходящий момент. У граждане Норинмара убедительная просьба, просто-напросто, проходя мимо люков, вот таких вот, не наступать на них, о избежании травмирования. На улице Сущинского пешеход наступил на люк. Крышка провалилась в колодец, никто не пострадал. На днях горожанка обратилась на предприятие тепловых сетей. На этом люке отсутствовала крышка. Отреагировали оперативно, крышку установили, над люком поставили ограждение. Вообще же зима – напряженное время. Крышки повреждаются снегоуборочной техникой. И если вы заметили, что где-то отсутствует крышка на люке или ограждении, то нужно обратиться в диспетчерскую службу предприятия тепловых сетей. Сообщить об этом можно в аварийной диспетчерскую службу по КТС по телефону 4-22-25 или позвонить на единый номер вызова экстренных служб 112. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Каждое утро для жителей Нарьинмара – как гадание на ромашке. То ли подскользнешься, то ли промочишь ноги. Состояние дорог оставляет желать лучшего, хотя работы по очистке проходят ежедневно. Между тем, надзор за уборкой уже установили и сами жители, обращаясь в портал «Народный контроль». Подробнее расскажет Наталья Кислякова. В Заполярье пришла северная весна. То ударит морозы и дороги превращаются в каток, то резкое потепление и горы снега образуют непроходимые лужи. И вроде бы все силы коммунальщиков пущены на уборку транспортных артерий окружной столицы. Впрочем, жители такой работы, мягко говоря, недовольны. На переходе около КСГК, как переходить, ну там пешеход, он его все время топит. Потом, я считаю, что вот это вот, мы также и автолюбители, вот эта лужа, которая перед администрацией городской, ну не перед, она получается между городской администрацией и администрацией окружной, которая все время, мне кажется, брызгает людей, когда машины проезжают, хоть там затормозишь, хоть нет. Во дворах очень плохо убирают дороги. Затем подъезд автобусов к остановкам в ужасном состоянии. И центральная часть, там лужи кругом. Весна безобразна. Мы не знаем больше, куда еще обращаться. Власти городские работают плохо. Я ходила около четвертой школы недавно, там вообще даже не обрано. Как дети ходят, не знаю. И не посыпано, очень скользко. Вчера еще упала где-то дождь. Шла с работы. Около банка она упала. Говорит, там очень скользко. У нас же каждый год, где светофор, там обязательно лужа. Где светофор, там лужа. Каждый год так что. Я не удивляюсь уже. Как пояснили ММУ «Чистый город», откачка луж производится в две смены с помощью и лососной техники. В плане очистить дороги от больших скоплений воды по улице 60 лет СССР, Ненецкой и Смедовича. Первоочередной задачей у коммунальщиков стоит уборка социальных объектов и маршрутов общественного транспорта. Если вас не удовлетворяет качество очистки дорог, обратиться можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы ММУ «Чистый город» плюс семь девятьсот одиннадцать шестьсот пятьдесят два тридцать пять пятьдесят шесть. А также оставить свою заявку на электронном портале «Народный контроль». За первые три месяца текущего года в «Народный контроль» поступило 231 обращение. Самыми волнующими темами у граждан оказались связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, содержанием дорог и тротуаров, а также благоустройством и социальным обеспечением. Из общего количества обращений 80 были с просьбой очистить от снега проезжую часть, 21 с жалобами на неочищенные дворовые территории. Также граждане жаловались на несвоевременную уборку детских площадок. И, конечно, с приходом весны стали поступать обращения с просьбой откачать талые воды. По всем обращениям проводятся соответствующие работы. Если вы запечатлите итог некачественной работы коммунальщиков, а также курьезные моменты или волнующие ситуации, то присылайте свои видео на почту mobilesobaka.trk.sever.ru. Самые интересные сюжеты мы покажем на телеканале «Север» в рубрике «Мобильный репортер». Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». К самой актуальной на сегодняшний день проблеме Нарьинмара «Лужа» представители окружной и молодежной администрации решили подойти с юмором. В социальных сетях они запустили акцию «Лужа-челлендж». Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Решили немножко отойти от привычного негатива. В соцсетях обычно очень часто мы читаем пустые комментарии о том, что «Волод», как много луж, почему никто ничего не делает. Мы решили немножко с юмором подойти к данной ситуации, вспомнить детство и начать мерить лужи. Тем самым мы хотим привлечь внимание коммунальщиков к наиболее проблемным участкам. Для участия в акции необходимо сделать фото или снять небольшой видеоролик, находясь в луже и измеряя ее глубину. Затем опубликовать результат проделанной работы на своей страничке в соцсетях с хэштегом «Лужа-челлендж». Представители открытой молодежной администрации призывают потенциальных участников акции выбирать для фотосъемки дворы и безопасные участки, соблюдая правила дорожного движения. Мы через неделю подведем итоги акции, составим инфографику наиболее глубоких луж, направим ее в профильный орган для реагирования и вручим покорителю самой глубокой лужи пару крутых резиновых сапог. Сергей правильно сказал, что нужно к этому с юмором относиться, потому что проблемы есть, но мы можем изменить к ней отношения. И поэтому всех призываем выйти на улицы, проявить активность, встать в ряды, так сказать, измерителей луж и получить подарок. И может быть, кто знает, если лужа будет совсем глубокая, мы вручим бродни человеку, весло, лодку надувную. Это все будет зависеть от результатов. Насколько Наринмарцы оптимистичны и как воспринимают наступившую оттепель и ее последствия, решила выяснить редакция нашего телеканала. В официальной группе в социальной сети ВКонтакте мы запустили опрос. Пользователям предлагается ответить на вопрос, как вы относитесь к Наринмарской весне, выбрав для этого один из шести вариантов ответа. Наказание Божье, плохая организация работы коммунальных служб, радость детям, Северная Венеция, люблю свой город в любое время года, полное безобразие, ничего особенного. На данный момент участие в голосовании уже приняли более 90 человек. Пока лидируют два варианта ответа – плохая работа коммунальных служб и люблю свой город в любое время года. Присоединяйтесь к голосованию и вы. Итоги подведем позднее. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Новости можно увидеть и на нашем сайте www.trksever.ru, а также ВКонтакте в группе телеканала «Север». Далее смотрите прогноз погоды. ВКонтакте в группе телеканала «Север».